Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и в этом видео я вам расскажу о том, о чем меня давно просили. О модах и улучшениях для пятой Цивы. Вообще, я смотрю, сложился какой-то такой стереотип, что Халецкий не любит моды. Так вот, не буду его развеивать, да, действительно, я не люблю моды. Вообще, для любых игр, а не только для пятой Цивы. Но тут я поясню, это не значит, что по моему мнению, моды это плохо. Моды это отлично, если вы хотите разнообразить игру. Если вам вот приелась оригинальная версия, то почему нет? Дело в том, что по моему мнению, вот исходя из моего игрового опыта, моды, сделанные не разработчиками, а кем-то другим, все равно всегда хуже, чем просто изменение игры ее создателями. У меня это началось, пожалуй, с Моровинда, когда очень много людей выпускало моды, и эти моды меняли настолько игру, что и сейвы невозможно было загружать, и квесты портились, и так далее, и тому подобное. Вот с тех пор я просто не люблю эти моды ставить. В принципе, зачем, если сама по себе игра тебя развлекает? И тем неприятнее, например, мне было читать комментарии под моим обзором Скайрима, когда мне писали, мол, вот тебе не нравится Скайрим, потому что ты не поставил все моды, которые нужно было для него поставить. То есть вырастает уже такое поколение, которое не ждет от оригинальной игры ничего интересного, а ждет, что эту игру будут допиливать какие-то левые люди, чтобы ставить моды и играть с ними. Слава богу, что в пошаговых стратегиях не так. С другой стороны, есть много модов, которые стали оригинальными играми. Например, если вы не в курсе, то Counter-Strike это был мод на Half-Life, а Dota это был мод на 3-й Warcraft. Но они были настолько популярными, что выросли в отдельные игры, даже в отдельные жанры, я бы сказал. И многие стратегии, когда их забрасывают уже разработчики, когда они начинают заниматься какими-то другими проектами, живут именно благодаря модам людей. Так, например, в героев третьих уже никто в оригинальных не играет. Все предпочитают либо Рок Бездны, Horn of the Abyss, либо Во имя богов, In the Wake of Gods. Или как минимум High Definition мод поставить. То есть, когда разработчики игру забрасывают, то использовать мод вполне приемлемо. Даже в четвертую Циву сейчас уже, наверное, в оригинальную никто не играет, а с модами там и Red Force есть, и Ria, если я правильно вообще произношу название. Но вот именно в тот момент, когда игра еще находится на поддержке, когда она еще считается неустаревшей, я модами пользоваться не люблю. Потому что в любом случае люди начинают там вносить свое видение игры и дисбаланс. Конечно, не всегда и разработчики сами по себе правильно правят баланс, но еще раз повторюсь, исходя из моего игрового опыта, у разработчиков лучше получается заниматься игрой, чем сообществу игроков. Мы не говорим о каких-то там маргинальных проектах, мало кому известных, именно об популярных и имеющих большую аудиторию. Так вот, касательно Цивы, есть несколько популярных модов, о которых я должен, видимо, вам рассказать уже к концу жизни игры. Все-таки через месяц планируется выход в следующей части. Для этого я и делаю это видео. Во-первых, это No Quit Mod, NQ Mod, созданный под руководством игрока под ником Fruit Strike. Там целая команда игроков. Они все собрались в группе No Quitters, такая в Steam есть, и сделали многопользовательский мод. Это важно, потому что следующий мод будет немногопользовательский. И занялись изменением того, что многих из нас вообще в пятой циве раздражает. Например, исправили многие чудеса природы. Так, Эльдорадо уже не дает 500 золота первому нашедшему, а только 75. Слава богу, нету сильного дисбаланса. Источник молодости дает 6 частей, а не 10. Большое плато дает не только 2 молотка и 3 золота, но и 2 яблока. То есть становится уже не таким бесполезным ресурсом. А Крокотау дает 5 науки и 1 яблоко. И самое главное, наконец-то появляется в доступных местах. Потому что очень часто в играх Крокотау почему-то генерировалось там так, что вообще невозможно город к нему поставить. Убран из игры Радаринг. Если вы не в курсе, то не военными юнитами, например, можно было как бы водить по карте. То есть выбрать его и водить по карте, смотреть, где есть чужие юниты. Там, где красный кружочек, то юнит соперника явно там есть. Ну или варвары. Исправлены многие пантеоны верования, чтобы их можно, например, наконец-то использовать. А то все берут одно и то же. Например, пантеон есть, который с клеток какао дает плюс 1 веру и плюс 1 науку. Или пантеон, который дает плюс 1 культуру от оленей и овец. Кроме того, появление великого пророка теперь 100% при наборе определенного количества верования. Правда, количество веры для этого увеличено. Если раньше требовалось 134 веры, то сейчас 200. Но если вы набрали уже 200 веры, то пророк появляется 100%. Переработаны многие уникальные издания, юниты и так далее и тому подобное. Вообще, все подробности по No Quit Modу написаны у меня на сайте. Делал перевод игрок под ником Fianor, за что ему большое спасибо. Так что, если вас это интересует, вообще, как его установить и так далее и тому подобное, я вам рекомендую пройти по ссылке, которая либо сейчас появляется в верхнем правом углу, либо в описании к моду. Пойти и там почитать. Я же скажу со своей стороны, что меня в нем не устраивает. Вообще, довольно много игроков, вот, играют в No Quit Mod в мультиплеере, тем более, что он именно, как бы, так, заточен под мультиплеер, что ли, да? Но дело в том, что, опять же, повторю, как я и говорил в начале видео, когда вот создаются такие самопальные моды, то у людей почему-то большое желание сместить баланс с одной стороны в другую. То есть, я все равно не считаю, что это появляется баланс в игре. Так, например, тут очень сильно переработаны социальные политики и очень усиленно зачем-то честь. И то, что я видел, люди начинают очень часто через честь именно играть. Если раньше там воля или традиции, то теперь у нас честь это круто, е. И вообще, я не считаю, что прям вот все социальные политики должны быть обязательно равны. Тут дело в том, что вы их принимаете в какой-то определенный момент времени, когда вам именно их удобно принимать. И после последнего патча в пятой циве все социальные политики выглядят так, что они нужны в определенный момент игры. В этом же ноу-квит-моде их опять переработали, что все какие-то убер-супер, но одни из которых круче. Ну ладно, фиг с ним. Вот кому-то нравится именно такой баланс, и он с ним играет. В этом, собственно, и есть прелесть модов, что ты можешь выбрать, играть с ним или не играть с ним. Мое дело вам о них рассказать, правильно? Изменен набор очков великими людьми. То есть, если раньше очки великих инженеров, ученых и торговцев шли как бы одновременно, что я считаю более правильно, то тут отдельно. То есть, у вас появился ученый, то увеличились очки для появления следующего ученого, а для инженера и торговца остались. Ну, это опять же вопрос баланса, и я не уверен, что вот у создателей своих модов есть возможность весь этот баланс оттачивать. Ну, с другой стороны, есть сообщество больших игроков, которые с этим модом играют и их устраивают. Если не устраивают, то потом мод изменится, да? То есть, если подвести такой итог, то вот этот No Quit Mod сделан для того, чтобы попытаться как-то максимально уравнять всех в правах, что ли. Но, по моему мнению, не в этом прелесть Цивы. То, что вот он исправляет действительно огрехи, там, типа радаринга, типа чудес природы, которые сильно могут повлиять на игру, когда кто-то их встретил, а кто-то нет, это правильно. Но когда начинается изменение в балансе, которое, по мнению создателей, ведет к уравниловке, это не есть правильно в игре, которая рассчитана на большое количество игроков. В дуэли, может быть, да, но прелесть Цивы в первую очередь в FIFA играх. Тем не менее, работа над модом проделана большая, много людей им пользуются, играют, и, думаю, в дальнейшем и будут играть. Поэтому прошу вас обратить на него внимание и попробовать. За подробностями, еще раз повторю, отправляю вас на свой сайт. Там, в разделе Civilization 5, вы сможете найти статью об этом моде. Изменений действительно очень много, перечислять их в этом видео, по-моему, не имеет смысла абсолютно. Лучше вам самим почитать. Кроме самого мода, есть еще карта No Quit, NQ Map. Это как бы с одной стороны и вместе с модом, а с другой стороны отдельная работа, потому что другой человек ею занимался. И No Quit Map можно использовать и без мода. Идея в том, чтобы у людей были примерно одинаковые места появления. То есть, например, вы не ставите No Quit Mod, но ставите No Quit Map. Тогда вы играете по правилам обычной Цивы, но на карте типа с более правильным появлением. Более правильное? Ну, в первую очередь, здесь сбалансированы стратегические ресурсы. Если на обычной карте стратегический баланс означает, что у вас будет и железо, и лошади, то на NQ Map можно поставить, чтобы у вас еще обязательно и уголь с алюминием был. Ну и вообще общее распределение ресурсов вроде как ровное. Я опять же повторюсь, что не играю на этой карте, но еще больше людей, чем играющих в No Quit Mod, предпочитают играть на этой карте. То есть, действительно, No Quit Mod все-таки не особо популярен. То есть, в него играет много людей, но большее количество людей предпочитает все равно играть в оригинальную Циву. А вот картой еще больше людей пользуются. От себя замечу, чтобы вы понимали, если вы не удалите No Quit Map и начнете играть с каким-то человеком, у которой она не установлена, то после первого хода у вас произойдет вылет или рассинхрон. Так что имейте в виду, если вы начинаете с кем-то играть, вроде загрузились, но после первого хода на карте у вас что-то вот такое странное происходит, то значит в игре у кого-то установлена No Quit карта, а удалять ее надо полностью, чтобы этого не происходило. Или наоборот, у кого-то не установлена, а у всех у остальных она есть. Просто знайте. 2GIS — международная картографическая компания, выпускающая одноименные электронные справочники с картами городов с 1999 года, а также поддерживающая мой канал. Заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте карту интересующего вас города под вашу платформу. Кстати, теперь с навигатором. 2GIS, если быть точным. Еще один мод по изменению баланса, о котором я вам расскажу, и который мне нравится больше, чем No Quit мод, это Community Patch. Его создали на сайте cipfanatics.com и отличается он тем, что в первую очередь предназначен, конечно, для одиночной игры. Если No Quit мод для мультиплеера, то Community Patch именно для одиночки. Ну, в этом его и плюсы, и минусы. Тут, естественно, тоже много изменено в балансе политик, лидеров, зданий, чудес и так далее. Но больше всего, что мне в нем нравится, что тут добавлено очень много штук из четвертой цивы. Все-таки скажу откровенно, в плане стратегии, именно стратегии, четвертая цива получше пятой. Как бы меня там после этого в комментариях не обзывали поклонники пятой, но четвертая стратегически реально была лучше. И поэтому много фич из четвертой мне всегда хотелось увидеть в пятой. Например, вассальные государства. То есть, что мы в пятой видим? Если мы кого-то захватываем, то нам приходится его и захватывать до конца. В четвертой есть такая штука, если вы захватываете государство, и оно видит, что не может вам сопротивляться, то оно становится вашим вассалом. Ну, собственно, такая же штука есть и в Стелларисе, например. Не знаю, почему это убрали внезапно в пятой циве. Этот мод добавляет возможность торговать картами и технологиями, чего в пятой нету. Добавляют механику корпораций, чего мне лично тоже не хватало в пятой циве. Если кто не в курсе, то в четвертой была религия, но постепенно она теряла свои бонусы к концу игры. А зато в конце игры появлялась механика корпораций. Вы могли распространять как религию в начале игры, так и в конце игры корпорации и тоже получать с этого определенные бонусы. В общем, если вам внезапно надоело цива в синглплеере, то вот этот мод точно ваш выбор. Попробуйте его обязательно. Ну, ссылка на него, опять же, в описании, на ciffanatics.com. Ну, как и предыдущий, так и этот мод вы не найдете в стиме, просто потому что тут много надо устанавливать и скачивать. То есть такие моды в стим не проходят. Там всякая мелочь, типа, знаете, новых наций переработанных, такого вот вида. Что предыдущий Noquit мод, что этот комьюнити патч, надо действительно идти по ссылке, скачивать и устанавливать. Ну, это известные вещи, там вряд ли могут быть какие-то вирусы, так что спокойно устанавливайте, если вам интересно попробовать. Ну, и последний мод, о котором я вам расскажу сегодня, изменяет не баланс, а внешний вид. Называется Enhanced User Interface, то бишь расширенный интерфейс пользователя. Тоже очень много людей любит им пользоваться, а я не люблю. И дальше объясню, почему. Думаю, из названия понятно, что этот мод добавляет в интерфейс всякие дополнительные штуки, визуально начинает показывать больше, чем обычный интерфейс 5-й Цивы. Ну, лично мне вообще интерфейс 5-й Цивы нравится, он довольно удобен. Но дело в том, что есть многие вещи, за которыми надо следить, я бы так сказал. И во многом я считаю правильно, что их не вынесли на общий обзор. Так, например, я думаю, многие в моих видео замечали, что я иногда забываю взять дань с городов-государств. И, по-моему, это, ну, как-то сказать, это правильно, что ли, что вот этот штраф мне дается за то, что я не так наблюдателен, то есть вот нету какой-то сконцентрированности сейчас в игре, я не взял дань, и это мне минус. Вот User Interface же, вот этот Enhanced, он в этой ситуации просто бы сообщил пользователю, что вот есть город-государство, который готов тебе дать дань. То же самое касается юнитов соперника. Вообще визуально в мультиплеере не видно, походил соперник этим юнитом или нет, что я тоже считаю правильно. Почему мне должно об этом сообщаться, хоть это пошаговая игра, но это не должно быть видно, ты, как бы, то есть, не знаю, внимательность тренируешь, еще что-то. В этом же Enhanced User Interface тебе это показывают. И тут много вот таких вещей, которые, по-хорошему, не скрыты, но мне кажется, что их и не должны были показывать. Но это, опять же, мое мнение. Я уже сто раз за время этого видео сказал, что вы сами вольны пользоваться или не пользоваться этими модами. Я просто объясняю, почему я ими не пользуюсь. Это, знаете, как какой-то костыль для ленивого человека. Я все-таки предпочитаю стараться по максимуму использовать свой мозг. Ну, если у меня это не получается, то это моя вина. Я не хочу вот иметь такие костыли, если что. Ну, а самое главное, пожалуй, причиной, почему я им не пользуюсь, потому что слишком много визуального мусора появляется на экране. Ну, может, я неправильно называю это мусором, потому что, скорее, может, это полезная информация. Но визуально вот смотреть за игрой человека с Enhanced User Interface просто, ну, неприятно, что ли. Вот слишком много инфы, появляется какой-то приборная доска в самолете. Мне чем-то это напоминает. Тем не менее, вот, несмотря на всю эту мою критику, возможно, многим людям, которые как раз не успевают за всей этой информацией следить, Enhanced User Interface будет выходом. И в том месте, где им циво казалось сложной, благодаря вот этому расширению, они начнут понимать многие вещи, и им станет проще играть. Так что, почему бы не попробовать? Я, видите, тут по минимуму описываю этот мод, потому что визуально, я думаю, все понятно. Его просто надо видеть, а не описывать. И картинку я, видите, продолжаю использовать ту же, во время которой я объяснял о комьюнити патч, моде комьюнити патч, потому что Enhanced User Interface встроен в комьюнити патч вот этот. То есть, если вы захотите попробовать комьюнити патч, то, собственно, и Enhanced User Interface вы тоже поставите. Но его можно и отдельно поставить, без комьюнити патча. Очень многие пользуются им и без комьюнити патча. Но имейте в виду, что вы просто... Это как бы совместная такая разработка, оно все вместе, и вот вы можете их поставить одновременно. Ну, а на этом все. Надеюсь, это видео вам поможет разнообразить свою игру в Циву Пятую, вернуться к ней, если она вам чем-то надоела, или помочь лучше ее понять. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что доставили до конца. Удачи и играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok